Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Нередко любители астрономии сталкиваются с нелегким выбором. Какой телескоп предпочесть? Длиннофокусный для планет или светосильный для дипскай объектов? А ведь хочется совместить и то и другое. А если еще есть желание получить астрофото этих объектов, то казалось дилемма неразрешима. Однако решение существует. Компания Celestron выпустила на рынок серию телескопов Advanced GT, которые удовлетворят самого требовательного наблюдателя и астрографа. Сегодня мы отправляемся на обзор и тестирование невероятно популярной, можно сказать легендарной модели этой серии Celestron C8. Чем же хороша эта модель? Начнем в этот раз пожалуй с оптической трубы. Чуть более 40 см длиной труба изготовлена с применением современных композитных материалов, стеклопластика и легкосплавных металлов, что обеспечивает высокую жесткость конструкции при ее низком весе менее 6 кг. И это при диаметре главного зеркала 8 дюймов или 203 мм. Зеркало при этом имеет доступную для серийного производства сферическую форму. Применение оптической схемы Шмидта Кассегрена позволило при короткой трубе добиться значительного фокусного расстояния в 2000 мм при светосиле 10, что отлично подходит для планетных наблюдений. Установка перед диагональной призмой дополнительного редуктора фокуса увеличит светосилу до 6,3, достаточную для многих deep sky объектов. Главной же изюминкой телескопа является пластина корректор Шмидта, имеющая плавный рельеф, который обеспечивает разную оптическую силу на определенных зонах. Благодаря такой форме пластина корректор компенсирует большинство аберраций, присущих сферическим зеркалам. Оптические поверхности имеют многослойное фирменное покрытие Starbright XLT, которое обладает высоким коэффициентом отражения зеркал и еще большим пропусканием света в корректоре, что совместно со светоотсекающими блендами исключает вредные блики и значительно повышает контраст. В конечном итоге мы получаем телескоп, который строит очень четкое и качественное изображение, лишенное множества аберраций и сохраняет компактные размеры даже при большой апертуре. Несмотря на компактный размер трубы, телескоп укомплектован мощным стальным штативом, двухдюймовые ноги которого имеют возможность регулировки по высоте и заостренные подпятники, что придает треноге еще большую устойчивость. Для корректной работы системы автоматики GoTo необходима точная ориентация штатива и монтировки, производитель позаботился и об этом. На ее верхней площадке штатива имеется вертикальный упор, его надо направить как можно точнее на север. При установке монтировки этот упор должен попасть между винтами тонкой регулировки полярной оси по азимуту. Рядом в основании монтировки встроен небольшой пузырьковый уровень. С его помощью проверяем горизонтальность штатива, при необходимости регулируем длину ног треноги. Чуть выше находятся две Г-образные ручки упорно-толкательного механизма. С их помощью устанавливаем наклон полярной оси согласно встроенной шкале широт. С наступлением темноты, наблюдая полярную звезду в сквозную шахту полярной оси, нужно провести окончательную установку монтировки. Для еще более точной ориентации, необходимой для проведения фоторабот, в шахте предусмотрено место и три юстировочных винта для установки дополнительного искателя полюса. Для балансировки телескопа по оси склонений предусмотрена длинная штанга и два противовеса. Для балансировки трубы достаточно одного, а второй понадобится при установке дополнительного фотографического оборудования. На конец оси не забудем накрутить страховочный винт. Для установки трубы и балансировки по другой оси используется стандартная зажим-площадка – ласточкин хвост. А вот ответная планка ласточкиного хвоста, как всегда отличительно оранжевого цвета, крепится без применения колец непосредственно на трубу, причем по всей ее длине, что придает большую устойчивость и возможность балансировки с любым дополнительным фотооборудованием. Теперь осталось подключить необходимую электронику к разъемам на блоке управления полярной оси. Здесь же находится гнездо автогида, разъем питания и кнопка включения. В первую очередь соединяем гнездо DECPORT на оси склонений с одноименным гнездом на полярной оси. Затем к гнезду HandControl подключаем пульт управления NEXTSTAR, для которого предусмотрено специальное крепление на одной из опор треноги. Именно с помощью этого пульта производится управление всей системой автоматики GO-TOO. База данных содержит более 40 тысяч объектов звездного неба с возможностью расчета их позиций и траекторий. Все это доступно благодаря удобному и интуитивно понятному интерфейсу пульта NEXTSTAR. После установки аксессуаров один вид телескопа вызывает восторг и внушает доверие. Так и хочется сразу заглянуть в окуляр. Но не будем торопиться, оставим телескоп термостабилизироваться, а пока поговорим о подключении электропитания. Сделать это можно несколькими путями. В комплекте идет длинный шнур со штекером автомобильного прикуривателя. Этим же шнуром можно запитать монтировку от аккумуляторного устройства типа Celestron Power Tank или же подключить ее к сетевому DC адаптеру на 12 вольт. Как только стемнело, мы приступили к наблюдениям. В 200 миллиметровую апертуру уже можно замахнуться на Марс. И хотя планета была не самого большого углового размера, нам удалось рассмотреть полярную шапку, темные очертания морей и даже облачность в атмосфере. Сатурн изумил нас своим величественными кольцами. Хорошо просматривалась щель Кассини, разноцветные поясные зоны и, конечно, самые яркие спутники, среди которых, конечно же, выделялся Титан. Потом автоматика привела нас к Юпитеру. Газовый гигант предстал во всей красе, окруженный свитой галилеевых спутников и с огромным количеством подробностей в облачном слое, знаменитым большим красным пятном и тенью Ио, медленно ползущей по диску планеты. От спутника Юпитера мы перешли к спутнику Земли. Особенно хороша Луна была вдоль линии Терминатора. От нее нельзя было оторвать глаз. Хотелось блуждать по многочисленным морям и кратерам, выискивая все больше и больше подробностей среди горных вершин и центральных горок. Затем наступила очередь наблюдения дипскай-объектов. Пользуясь встроенной базой данных, мы легко находили их. Шаровые скопления уже не казались туманными пятнами, уверенно делились на звезды. Хорошо различался и цвет ярчайших из них. Планетарные туманности в созвездиях Лиры и Лисички, известные как Кольцо и Гантель, показали свою тонкую структуру. И центральные звезды-родительницы поразили обилием цветов и надолго врезались в память всех наблюдателей. Без труда нашла автоматика и широко известный водоворот. Галактику с достаточно контрастной спиральной структурой и ярким спутником. При наблюдении боковым зрением спиральные ветви прослеживались не менее, чем на полуоборота вокруг ядра. Наконец, настал черед туманности Ориона. В первую очередь мы обратили внимание на знаменитую трапецию, кратную звезду в центре туманности. Телескоп без труда разделил ее на компоненты. Прекрасно различалась и волнистая волоконная структура туманности, занимающая на небе площадь больше, чем лодный диск. Далее мы хотели бы представить результаты астрофотографических работ, полученных любителями астрономами на телескопе Celestron C8. Фото Deep Sky объектов получены с длительными выдержками на цифровой зеркальный фотоаппарат и с использованием редуктора фокуса. Обработка проводилась в программе Deep Sky Stacker. Фотопланет получены в видеорежиме с помощью астрокамеры Deep BK и с использованием линзы Barlow. Дальнейшая обработка велась в программе Registag. Думаю, результаты наблюдений и особенно прекрасные любительские астрофотографии лучше всяких слов показывают качество и возможности Celestron Advanced C8. Нам остается лишь добавить, что на протяжении всей наблюдательной сессии инструмент показал себя с самой лучшей стороны. Быстрый поиск, точное наведение, плавное слежение с помощью автоматики GoTo и, конечно, незабываемые впечатления от необычайно яркой контрастной картинки самых разных небесных объектов. Конечно, чтобы раскрыть все возможности телескопа, необходимо значительно дополнить его комплектацию хорошей линейкой окуляров, линзой Barlow, редуктором фокуса и фотоаксессуарами. Однако, этот факт уже не вызывает отрицательных эмоций. Наоборот, возникает желание как можно скорее полностью оснастить инструмент и наблюдать, наблюдать, наблюдать. Итак, лаборатория Астроскоп делает вывод. Телескоп Celestron Advanced C8 SGT станет превосходным выбором как для опытных, так и начинающих, но желающих серьезно развиваться любители астрономии. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!